Вы слушаете радио Болтком. Утро на Болткоме. Совокупить вот к этой пятидневным праздникам. И, конечно, вот ощущение такое, что оставляем мы вот наши квартиры как-то без присмотра на, не то чтобы разграбление, но во всяком случае, в общем, хотелось бы, чтобы как бы все было благополучно. Честно говоря, именно разграбление первое слово, которое мне пришло на ум, когда вот я сидел и тебя слушал. Именно так и есть. Какая-то такая преступная беспечность, открывающая окна и двери преступника. Вот смотрите, какая там бешеная литерация идет. Действительно, все идет к тому, что все показывает. Рост квартирных краж в прошлом году было зарегистрировано в Латвии 2200. Причем достаточное количество, 15% из них, то есть, считай, каждая восьмая, произошли при незакрытых окнах или дверях. Ну, то есть, доступность этих самых помещений. В самом деле, вот она, беспечность. Заходи, кто хочет, бери, что хочет. Общеевропейская такая акция «День фокуса» есть. Полиция в рамках этого «Дня фокуса» напоминает о необходимости быть бдительными, чтобы не стать жертвами квартирных воров. И чуть подробнее на эту тему мы побеседуем с начальником отдела госполиции по предотвращению преступлений Андрисом Бринкевичем. Андрис, с нами на связи. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Скажите, пожалуйста, Андрис, насколько действительно жители Латвии стали забывать закрывать двери собственных квартир и прочих помещений, в которые можно проникнуть и унести оттуда что-то ценное? Ну, если говорить о тенденции, то вы уже упомянули, что количество краж из жилья имеет тенденцию снижаться. Это как бы ситуация уникальна не только в Латвии, но и по всей Европе. Если сравнить, то если в среднем около… в прошлом году у нас было 200 краж из домов в месяц, то в этом году от 150 до 160 в месяц. А, так все-таки меньше стало. Меньше, меньше. Уменьшилось, конечно, уменьшилось, но если смотреть на это по-любому, еще очень актуальная проблема, поскольку это 5-6 потерпевших за день. И мы никак не можем сказать, что эта проблема не актуальна. То, что поменялось в последние два года, то очень-очень сильно возросло такие деяния в интернете уголовного характера, и поэтому много-много в такой физической среде уменьшилось, снизилось. Но, конечно, эта проблема до сих пор актуальна. Вы уже упомянули, что примерно 15% этих кражей совершаются, мы это говорим, как в свободном доступе. Шли, проверили двери, они не были заперты, вы зашли и украли все, что там лежало. Но эти 15% – это минимум. То, что мы видим, что можно даже предположить, что это количество до 30%, где двери не были заперты, или их было очень легко открыть. По статистике в Арам требуется 15-20 минут, чтобы проникнуть в квартиру, чтобы открыть двери. Да, это, если дверь очень-очень сложная, хороший замок, но то, что мы видим, что на весь процесс кражи, сначала до конца, это 15-20 минут, уже включая проникновение. На весь процесс, конечно, бывает разные случаи, но то, что мы должны учесть, что у тех людей, которые совершают эти кражи, у них нет очень много времени. У них главная задача остаться, чтобы их никто не заметил. Поэтому, если есть возможность поставить видеонаблюдение, или даже иногда очень хорошо срабатывает знак, что там проводят видеонаблюдение, то такие маленькие шаги, это очень хорошо иногда работает, поскольку вор, он действительно хочет остаться как бы невидимым. Он не хочет брать на себя лишний риск, поэтому все, что мы можем сделать, чтобы продлить это время, которое нужно просто для кражи, это уже будет очень хороший такой превративный поступок. Ну, есть же расхожая такая фраза среди автомобилистов, например, что если захотят угнать твою машину, то все равно угонят, какую сигнализацию ты не ставь. Подобные отношения, касаемые жилья, тоже есть, чувствуется? Конечно, есть. Это верно. Если кто-то очень хочет, он следит за вашей квартирой, смотрит, какие у вас, или есть у вас сигнализация, есть у вас там собака, или когда вы оставляете свою квартиру, когда вы уходите на работу, или что делают соседи в это время. Такое наблюдаем, но до сих пор большинство из этих краж, они как бы кражи, которые совершаются, не вкладывая столько много ресурсов. Поэтому большинство, если говорить, то это проблема, большинство актуально в больших городах, например, в Риге. Абсолютно все, большинство краж происходит в Риге, в этих всех многоквартирных районах. И, конечно, большинство из этих краж, они такие, можно сказать, что вор шел, проверил, посмотрел, есть ли возможность, если она была, он просто ее использовал. Больше всего, конечно, есть в квартирах такие случаи, когда, например, вы обратились к какому-то предпринимателю, купили какую-то услугу, поставить интернет или любую услугу, вам пришел незнакомый человек, свою работу сделал, и потом информацию о вашей квартире, какие у вас замки, есть ли у вас ценные вещи и так далее, перепродал, так сказать, целлюда, которые совершают стражу. — То есть, наводчик, да. — Наводчик, да. — Да, и насколько сейчас это широко распространено, насколько нужно бояться различных работников сервисов? — Я бы сказал так, что бояться не надо, поскольку такие случаи, они немного, но если к вам приходят незнакомые люди, то лучше все документы, все оформлять в тех помещениях, где не видно все ценное, что у вас есть. И, конечно, самое главное, наверное, все свои сумки, платежные карты, все, чем вы пользуетесь, это не оставлять в коридоре. Там, где входная дверь, поскольку если вор будет проходить по подъездам, проверять двери, то он не будет заходить дальше в комнату, он возьмет то, что лежит в коридоре. И много людей до сих пор оставляют там, и даже ключи от машины, все, что ежедневно мы пользуемся, кошелек, мобильные телефоны, планшеты. Так что это те предметы, которые лучше хранить где-то дальше в нашей комнате. — А скажите, пожалуйста, что все-таки выносят чаще всего воры? То есть берут ли они какие-то крупногабаритные вещи, я имею в виду технику, телевизоры? — Клазвенный телевизор, метр на 15. — Или они обходятся только какой-то мелочью, чтобы их не было так ярко видно? — Берут и крупные вещи, конечно, вы абсолютно правы. То, что можно как бы... Это, наверное, надо так поделить на две как бы части. Одни. Те кражи, где у преступника нет времени, он берет то, что он видит. И те преступления, когда у вора очень много времени. И очень много времени — это уже 15 минут. И если у него есть эти 15-20 минут, он, конечно, изоберет и большую плазму. Если, конечно, он сможет его открутить и будет удобно унести. Поскольку, если можно так сказать, нет такого выражения, маленькие воры, у них, конечно, нет больших транспортных средств, чтобы этот телевизор увезти. Поэтому они берут всякие маленькие вещи, но очень ценные вещи. И ставят себя в сумку и на велосипеде, уезжают от места преступления. Но, конечно, есть такие случаи, когда крадут и большие ценные вещи, в том числе и телевизоры, в том числе и предметы искусства и другие. Напомню, мы беседуем с начальником отдела госполиции по предотвращению преступлений Андессом Оренкевичем. И беседа идет о бдительности, об активности воров. Скажите, пожалуйста, Андесс, только что мы упомянули, как можно вынести плазменный телевизор из чьей-то квартиры. А бдительность соседей, насколько большую роль играет она? И насколько сейчас в многоквартирных домах мы отзывчивы друг к другу? И в подобной ситуации, когда кто-то незнакомый под мышкой несет телевизор, подойти и спросить, мил человек, а ты кто? Вот я хочу сразу сказать, что да, вот у меня соседи очень бдительные. То есть вот у нас был момент, когда подошла знакомая к нам в квартиру, она просто дожидалась нас на лестнице, потом она сказала, тут же вышли соседи, спросили, а что вы здесь делаете, кому вы пришли, зачем вы здесь вот сидите на лестнице, что происходит? То есть в принципе вот у нас... А я могу привести обратный пример. Какими бы бдительными ни были жильцы многоквартирных домов, я знаю, причем в центре города, а в закрытом дворе со шлагбаумом в одном из подъездов утянули мотор от лифта? Средь бела дня, как это возможно вообще? Ну, тем не менее, да, ангел, соседи. Да, но украсть можно все. Все зависит просто от времени, которое вам дано, чтобы это сделать. Но то, что мы видим, что действительно роль, вы уже правильно сказали, что роль соседей, она очень-очень важна. И с каждым годом эта ситуация, когда мы получаем информацию от соседей, она растет, эта ситуация улучшается. Длительность наших как бы не только соседей, но и друзей. Поэтому один из наших советов, конечно, и очень простой совет, поставить у подъезда в входной двери замок или кодовый код, чтобы ваш подъезд стал как бы такое закрытое пространство. Это не значит, что там никто не может вломиться и зайти, но количество людей, незнакомых уменьшится. На много раз уменьшится, и это имеет очень большую такую превентивную роль, что если вы ставите ключ, то через некоторое время все соседи начинают замечать людей, которые там не живут. Поскольку до того, когда это было как бы такое открытое пространство, никто даже не замечал. Ну, идет, но идет. А когда вы как бы закрываете, то это очень-очень так эффективно, психологически работает, что вы как бы чувствуете, что не только ваша квартира, ваша собственность, но и подъезд тоже. И это очень-очень важно, поскольку в большинство случаев из всех краш квартир, вор заходит в вашу квартиру через подъезд. Если это как бы пространство, которое я должен использовать, оно гораздо больше, занимает больше времени, и если соседи бдительны, то риск мне многокрасного возрастает, и, конечно, я лучше пойду в другой дом, чем нежели ваш. Поэтому, да, роль соседей, это очень-очень важно. — Собака, вот может ли собака защитить от… Если ушли, но осталась собака, и какая, в принципе, порода? Может ли, например, маленькая комнатная собачка просто… — Начиная с какого размера собаки, она становится защитником. — Да, да, ну, может быть, просто то, что она становится… Ну, просто издает шум, лает, может быть, она не может их покусать, но то, что шум, воры могут испугаться. — Да, ну, наверное, если кто-то захочет сделать кражу в вашей квартире, это будет организованная преступная группа, то, конечно, собака, наверное, особых проблем не составит. Но большинство краж, как я уже говорил, это такие кражи, где вошел, проверил возможность украсть, если она была, он украл, тогда, конечно, собака, если она лает, она как бы отпугивает. И несколько лет назад был такой опрос в тюрьмах, где из тех людей, которые сидят за кражи, и они сказали, да, что самое-самое… то падент, что отпугивает их, это собака. Поскольку это очень такое, ну, я бы сказал, превентивная мера, в которой ты никогда не можешь быть уверен, что она сделает. Будет кусать, не будет кусать, будет лает, не будет… Поэтому это очень работает. Действительно, есть возможность, когда можно завести собаку. Мы даже думаем, что иногда лучше с самой собакой работает, если у вас есть знак, что внутри есть собак. Ну, конечно, это можно проверить. Если позвонили в дверь, и никто как бы не отвечает, не лает в комнате, в квартире, то, конечно, собак там нет. Но действительно нужно, если есть возможность, и пространство позволяет, можно завести собаку. Это действительно очень хорошо работает. Но если такой возможности нет, то, конечно, лучше устроить, поставить хотя бы камеру наблюдения. Или хотя бы повесить знак, что есть вот эта камера, что ведется в видеонаблюдение. И, конечно, иногда лучше самой камере работает действительно знак, что ведется в видеонаблюдение, поскольку очень много. Это действительно в большинстве случаев качество этих камер очень-очень плохие. Там даже опытные сотрудники полиции не всегда могут опознать того вора, который там виден. Конечно, во многих случаях они уже по одежде видят, кто из местных там побывал. Но во многих случаях действительно это запись, качество запись настолько плохое, что проект в принципе не имеет никакого эффекта. Андрес, у нас осталась буквально минута в преддверии Лига пары советов по безопасности жилья. Будьте любезны. Кроме камер собаки, что еще можно? Ну, во-первых, закрыть двери, не оставить открытые мои окна. Если вы живете в квартирах, если есть у вас соседи, которым вы доверяете, конечно, можно с ними договориться, чтобы они не то что наблюдали над вашей квартирой, но хотя бы посмотрели иногда, нет ли какого-то там незнакомого или подозрительного человека рядом. Можно было взять все газеты, журналы из почтового ящика. Хотя бы такие три элементарные вещи, которые не всегда, но может помочь. Ну и всегда, в общем-то, не лишне их повторить. Огромное спасибо. Спасибо. С нами был Андрей Саренкевич, начальник отдела госполиции по предотвращению преступлений или же превенции. Еще раз спасибо. Хорошего дня и поменьше забот, вот что хочется пожелать. Огромное спасибо за рекомендации. Конечно же, через какое-то время их можно будет прочесть на портале MixNews.lv, как и письменные такие версии, если можно выразиться, всего того, что прозвучало сегодня в эфире. Ну а наша программа закончена. Всего доброго. Огромное спасибо. Продолжение следует...